Я такой чистый, пушистый, это деньги, там не про меня, в буквальном смысле схватил за грудь. Преподаватели, это как бы негативная сторона для университета, вас могут турнуть. Научная лаборатория стала равно компании. Так трудно работать с девушками в лабораториях, то ты в них влюбляешься, то они в тебя. Бизнес или академия? У меня уже выходило видео, где я сравнивал работу в академии, в университете и работу в индустрии, то есть там в каких-то фирмах. В этом видео я бы хотел обсудить, чем отличается работа в академии, то есть в университете и на самом деле, насколько она в большой степени похожа на работу бизнесмена. Прежде всего, наука похожа на бизнес, если мы говорим с вами об инвесторах. Человек, который развивает бизнес, который имеет какую-то потрясающую идею, он должен привлекать деньги, чтобы наращивать свою команду, чтобы обогнать конкурентов в академии абсолютно все то же самое. Точно так же нужно искать деньги на то, чтобы наращивать свою лабораторию, чтобы покупать оборудование, чтобы покупать расходный материал, нанимать людей в команду. То есть вот это все требует ресурсов и точно так же вы ищете инвесторов. Это могут быть либо какие-то индустриальные партнеры, которые заинтересованы в определенных исследованиях. Это может быть государство, которое хочет развивать определенные направления, например, связанные с экологией или с какой-то энергоэффективностью. В этом смысле Академия наука очень похожа. Нужно писать пропозал, ну то есть там заявку, презентацию, заинтересовывать людей, чтобы они дали деньги на ваш проект. Второй очень важный момент – это создание команды. Что в бизнесе вам нужно делегировать задачи, да, чтобы иметь успех, чтобы он рос. Точно так же и в университете при создании, там, скажем, научной лаборатории вы точно так же обязаны для успеха делегировать какие-то задачи, передавать исследования, какие-то простенькие задачки аспирантам, постдокам. И точно так же вы наращиваете, создаете команду. Помимо команды вы точно так же, как и в бизнесе сейчас, вот в данный момент это объективно так, должны иметь. Какой-то свой успешный сайт, какой-то лейбл вашей лаборатории, это действительно создается. То есть вот это все существует, я вижу это своими глазами, и должны себя продвигать. То есть это выглядит уже как компания. Научная лаборатория стала равно компании. Если вы думаете, что выбрав работу в университете, вы сможете избежать коммерции, да, типа вот я такой чистый, пушистый, это деньги, там не про меня, никакого успеха вы не достигнете. Сейчас, если будучи там лектором или на какой-то уже серьезной позиции человеком в академии, если вы не приносите университету деньги, вас просто будут давить, вас будут чмырить. Вы обязаны приносить гранты от правительства или от каких-то фирм, но вы должны приносить университету больше, а еще лучше значительно больше, чем университет тратит на вашу зарплату. Иначе вас будут давить, вам будут давать неудобное расписание, вас начнут как-то щемить, вас будут просто заваливать административной работой, вас будут заваливать какими-то огромными объемами преподавания. Гранты и статьи. Ну, а как бы нормальные исследования сейчас без финансирования невозможны. То есть, нужны деньги на то, чтобы закупать оборудование, просто чтобы купить компьютер, чтобы поехать на конференцию, чтобы встретиться со своими коллегами. То есть, на все это нужны деньги и вы просто должны их доставать. То есть, коммерция в очень большой степени сейчас стала присутствовать в университетах. Чем еще очень похожи академия и бизнес, так это свободой. Вы действительно можете, работая и там, и там, выбирать направление и заниматься именно тем, что вам интересно. То есть, начиная с какой-то позиции, скажем, вот лектор, профессор, вы сами ставите себе задачу. Никто не стоит над вами, нет никакого дядечки, который каждый день тюкает вас и спрашивает. Нету этого. Ты насколько наработал, столько и заработал. Насколько ты будешь вкладываться в свое дело, настолько будет большой твой результат и, соответственно, достижение. И вот эта свобода выбора задач, над которыми вы работаете, на которые тратите время, это на самом деле огромнейший плюс. Чем же отличается академия от бизнеса? На самом деле, в академии есть один очень большой минус. Дело в том, что над вами все-таки стоит некая администрация. И по тем или иным причинам, например, политическим или еще каким-то, в любой момент вашей карьеры вас могут турнуть. Ну, то есть, вот и среди того, что мне недавно попалось на глаза, например, была история в Манчестере, когда университет, желая сократить свои расходы, университеты, как я уже вам говорил в других видео, в Британии, они уже своего рода бизнесы. И преподаватели – это их расходы. Зарплата преподавателя – это как бы негативная сторона для университета. И они ее минимизируют. Очень опытные профессора зарабатывают много. Ну, то есть, у них зарплата, скажем, может быть в два раза выше, чем у начинающих. И что, например, провернул один из манчестерских университетов. Они взяли и, по-моему, уволили около 200 преподавателей. То есть, они просто закрыли массово несколько факультетов, прям вообще целиком. Вот. И, то есть, они их турнули и тут же стали нанимать молодых людей на те же роли, но которым нужно платить значительно меньше. То есть, это просто было политическое решение – турнуть. Другая история случилась с одним американским профессором. Не хочу входить в детали, но, в общем, история была такая, что на одной из конференций он буквально в смысле схватил за грудь одну из своих там научных коллег. И дело в том, что сама женщина не имеет к нему никаких претензий. Но нашлась феминистка, которая там нарыла очевидцев этого события. И очевидцы сказали, что вот ту женщину, которую схватили, вроде как у нее на лице в тот момент выразилось недовольство. То есть, я повторяю, что сама вот эта, ну, назовем ее «пострадавший», то есть, себя пострадавшей не считает. Она, ну, как бы просто не имеет претензий к профессору. Но чем это все закончилось? У него не продлили контракт по его лидирующей роли в одной из научных групп. То есть, человек впахивал, очень сильно работал. Что-то там он сделал, но пострадавших нет. Тем не менее, его как бы «иди гуляй, Вася». Еще одна история случилась в Лондоне с одним из ведущих ученых. Если я не ошибаюсь, он даже Нобелевский лауреат по химии. Он в одном из интервью обмолвился. Ну, не буду говорить дословно, но что-то типа «так трудно работать с девушками в лабораториях, то ты в них влюбляешься, то они в тебя». То есть, там вообще не было как бы никакого, знаете, там сексуального подтекса, там чего-то, кто-то, чтобы пострадал. Короче, чувака уволили. Вот, просто вот за такую, ну, скажем так, я не знаю, шутку, которая, как мне кажется, вполне могла отражать какие-то реальные истории, да, там, в его биографии. Но его просто взяли и уволили. То есть, человека с очень хорошими научными достижениями. И опять же, это политическое решение. И в итоге, учитывая вот эту администрацию, которая стоит, да, там, над работающими в науке людьми, можно сказать, что все-таки он, этот профессор, да, там, лектор, он больше похож не на бизнесмена, в смысле вот в научном направлении, да, а он все-таки больше похож на менеджера, потому что он создает, ну, вот этот бизнес, лабораторию, там, набирает команду, но на самом деле он создает ее не для себя, а для университета. И, в принципе, в любой момент его могут оттуда просто турнуть. Учитывая не очень большие зарплаты в академии, может показаться, что на самом деле, чтобы спокойно сейчас работать в науке, нужно, как в древние времена, там, Ньютона, да, то есть быть каким-нибудь лордом, иметь какое-нибудь поместье, там, не знаю, с кучей работающих на тебя людей, да, там, или какой-то бизнес, который генерит тебе доход. А вот как эти лорды, там, ты, там, сидя у камина потихоньку, спокойно, размеренно занимаешься наукой. И на самом деле многие мои коллеги, вот работающие в университете, так и делают. Они уходят на полставки, полставки они работают в университете, да, то есть это, там, преподавание, там, как бы работа с молодежью, это наука. А на полставки они имеют собственные бизнесы, как технологичные, связанные с их специализацией, так и просто, например, интернет-игрушек детских. В общем, люди постраиваются как могут. Если интересно, я могу вам устроить такое вот отдельное видео-обзор, какими именно бизнесами, да, чем так вот на стороне занимаются лектора, работающие, там, в университете, например, среди тех же моих коллег. Если вам это интересно, обязательно напишите в комментариях. Очень тоже будет любопытно, на что, по вашему мнению, похожа работа в университете, в академии еще, помимо бизнеса. Желаю вам всего самого лучшего. И небольшое объявление. Этим летом, к сожалению, у меня так и не получилось провести встречу с подписчиками в России, но не все так плохо. В субботу, 27 октября, будет встреча. Я в 3 часа дня в отеле Marriott в центре Москвы буду давать лекцию о том, как поступить в лучшие университеты мира. Но это будет не только лекция. Сама встреча будет проходить с 2 часов дня до 6.30 вечера. Далее моего выступления и расписания встречи можно посмотреть по ссылке в описании. Обязательно, чтобы попасть на встречу, нужно будет заранее зарегистрироваться. Я очень прошу вас, регистрируйтесь, только если вы действительно собираетесь прийти. Встреча и участие в ней будут совершенно бесплатными. Так что увидимся, если вам интересно обучение за рубежом. Субтитры сделал DimaTorzok